Итак, еще один вопрос. Вопрос довольно-таки длинный. Я зачитывать весь вопрос не буду. Вопрос заключается в следующем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи сказал, что я оставляю после себя две драгоценности, книгу Аллаха и мое семейство, моих кровных родственников, мой ахляль бейт, итраты, ахлю бейты. И после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи уже во время своей болезни повелел своим сподвижникам принести ему принадлежность для письма, чтобы он мог составить завещание. И задающий вопрос спрашивает, знал ли Умар-бин-Хаттаб о том, о чем хотел написать его связнуюсь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи и алейхи. и, зная это, воспротивился его завещанию и помешал оставить это завещание. Вопрос заключается в этом. То есть, Омар б. Хаттаб, зная, воспрепятствовал завещанию посланника Аллаха, или же нет. Итак, как уже было сказано, посланник Аллаха, говорил неоднократно множество раз во время прощального хаджа, после прощального хаджа, и неоднократно в последние годы, в особенности своей жизни, неоднократно говорил о том, что оставляет после себя две драгоценности. Это во-первых. Во-вторых, еще в Гадир-Хуме, и даже более того, до Гадир-Хума, в Арафате, его сведлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и вассалям, объявил Алибнаба Талиба, алейхи и саллаллаху алейхи и вассалям, своим наместником. В Арафате ему помешали провозгласить об этом, но в Гадир-Хуме его сведлости ничего не помешало. Его сведлость, как мы знаем, сказал, «Ман кунту мавлях, ахада алейхи и он мавлях». Кому я близок, ближе, чем он к самому себе, тому и Али близок, чем он самому себе. И, конечно же, все об этом знали, все прекрасно понимали, в чем заключается завещание его сведлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям. В том числе, Умар бин Хаттаб об этом знал. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, прекрасно знал о том, что какая-то группа сподвижников хочет воспрепятствовать этому завещанию, хочет воспрепятствовать переходу власти от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, к Али бин Абиталибу, алейхи и вассалям, и к Аль-Аль-Бейт. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, об этом прекрасно знал. И именно поэтому он собрал вот этих вот противников своего завещания и повелел им отправиться на войну с Византией под предводительством юноши. Под предводительством... Я, к сожалению, забыл, вот сейчас стараюсь вспомнить. Как я мог забыть? Бывает такое иногда. Самые очевидные вещи забываются. Под предводительством Усама ибн Зейда, молодого человека, то есть он собрал всех вот этих противников своего завещания и повелел им отправиться на эту войну, то есть покинуть Медину, для того, чтобы никто и ничего не могло помешать исполнению вот этого вот завещания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям. Но, как вы все прекрасно знаете, они отказывались уходить и для этого придумывали разные отговорки, в частности, то, что Усама ибн Зейд слишком юн, что ему всего лишь 18 лет, и говорили, как ты мог назначить над нами, над пожилыми и взрослыми мужчинами, назначить всего лишь 18-летнего юношу. И под этим предлогом отказывались уходить на эту битву. Но, как вы также прекрасно знаете, его свялость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, настоятельно требовал того, чтобы они ушли, чтобы покинули Медину, и им ничего не оставалось, кроме как покинуть Медину. Но они прибегли к следующей хитрости. Они как только вышли из Медины, тут же разбили лагерь, и отказались дальше двигаться, и ждали вести о кончине его свялости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям. И здесь Усама ибн Зейд вернулся обратно Медину к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, с небольшой группой из этих людей, в числе которых также был Омар и Блин Хаттаб, и пожаловался пророку, саллаллаху алейхи и вассалям, на то, что они не хотят покидать и идти на войну, на военный поход. Что они вот разбили недалеко от Медины лагерь и остановились там и не хотят сдвинуться с места. И увидев то, что эти люди ни при каких обстоятельствах не покинут свой лагерь, никуда не уйдут и будут находить разные оправдания, разные отговорки для того, чтобы остаться и сделать свое дело, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, прибегнул к последнему доводу, к последнему доказательству, а именно письменному завещанию, чтобы это письменное завещание могло, скажем, остаться и быть противодействием против этих людей, препятствием для этих людей. Но они поставили в такое условие посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, что уже было нецелесообразно ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае нецелесообразно было дальше записывать это завещание. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, отказался от записи завещания, как вы прекрасно знаете, и сказал о том, что то, к чему вы меня призываете, лучше того, в чем я сейчас нахожусь. То есть лучше пусть я не оставлю это завещание. Чем оставить это завещание после того, как меня обвинили в том, что я, маазаллах, брежу? Ахаджара, ма шаанху ахаджара, что с ним он бредит, сказал Умар Абин Хаттаб, это в Сахии Бухари приводится. Или галяб ахул баджа, что его одолела боль. То есть он не знает, что говорит, его одолела боль. Ибо если бы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, все-таки оставил бы завещание, то для того, чтобы аннулировать это завещание, сподвижники провозгласили бы, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, не все сподвижники, естественно, вот эта вот группа людей, противников, провозгласили бы, что в конце жизни посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, не знал, что говорит, мягко говоря. И поэтому нецелесообразно было, скажем, для того, чтобы это учение среди мусульман не распространилось, потому что они это распространили бы среди мусульман. И сегодня вот это вот суннистское учение исповедовало бы то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, маазаллаху алейхи и вассалям, в конце жизни взбрендил. И, естественно, не оставление завещания. Лучше, чем оставить это завещание и поставить под вопрос весь ислам и весь священный Коран. Поэтому, естественно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, отказался уже даже после того, как многие требовали, что оставить завещание, он сказал, нет, уже нельзя оставлять то, в чем я сейчас нахожусь, лучше того, к чему вы меня призываете. Поэтому совершенно очевидно, из всей этой истории совершенно очевидно, что, конечно же, Умар и Аблинахаттаб приказ и знал, что происходит и чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и вассалям, добивается и какое завещание хочет оставить. Продолжение следует...